В Чечне возбудили уголовное дело против Заремы Мусаевой, похищенной силовиками жены федерального судья Сайди Генгулбаева. По сведениям издания базы, Мусаева и вменяет статью о применении насилия в отношении представителя власти. Она предусматривает до 10 лет тюрьмы. Полиция утверждает, что жена Генгулбаева оскорбляла сотрудников отделения. В процессе оформления документов якобы рассорапала лицо участковому. Зарему Мусаеву, напомню, 10 дней назад силы вывезли из Нижнего Новгорода после того, как похитить не удалось ее мужа, обладающего иммунитетом от уголовного преследования. Власти Чечни считают сыновей Мусаевой причастными к администрированию оппозиционного телеграм-канала. Уголовное дело возбудили также против одного из братьев Янгулбаевых Ибрагима. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Несколько часов назад суд в Чечне принял решение о заочном аресте Ибрагима Янгулбаева. Его объявили в федеральный розыск. Ну и сейчас Ибрагим Янгулбаев присоединяется к нашему эфиру. Приветствую вас. Здравствуйте. Вы ожидали такого развития событий и намерены ли вы, например, с помощью уполномоченного адвоката как-то контактировать с российскими властями, силовиками по поводу этого дела? Ну, предпосылки к этому я ожидал. То есть все эти методы Кадырова, как он борется со своими оппонентами, мы знаем, фабрикуют уголовные дела, похищают родственников, ну и уже под конец они могут Кадырова нанимать киллера. То есть когда допросили моего старшего брата Абубакара, уже у него спрашивали насчет публикации, насчет меня. Потом мою мать похитили. То есть предпосылки к тому, что сделал мне уголовное дело, это было. Я еще смотрел в базе данных, вчислюсь ли я в розыске. И там я числился в розыске по уголовному делу. Но я не знал тогда, в качестве кого я там числюсь, в качестве подозреваемого или свидетеля, и по какому уголовному делу. Там не было написано, я не знал. И после слов Кадырова, после выступления Кадырова, что нас надо либо за решетку, либо под землю. Ну то есть понятное дело, что Кадыров фабрикует уголовное дело в отношении меня, в отношении матери. Это во-первых. Во-вторых, насчет того, что я буду, я как-то контактирую. Ну, я буду консультироваться. Посмотрим. Сейчас у нас в приоритете, чтобы хотя бы мою мать освободили, которую незаконно похитили, избили и увезли там около 2000 километров от Нижнего Новгорода в Чечню. Ну да, будем смотреть как-то, чтобы вот это вот произвола, который творится в Чечне, не было. Ибрагимов, да, вот крайне мало как раз достоверной информации о происходящем с вашей матерью. Вам сейчас известны хоть какие-то детали этого уголовного дела о применении силы к полицейскому? Сообщал, что сегодня якобы должна быть даже избрана мера пресечения за Реми Мусаевой. Насчет матери, никакой информации от матери нет. То есть они сделали таким образом, то есть, чтобы никакая инфа от матери не поступала, не просочилась никакая информация, ее как будто, я не знаю, там спрятали, чтобы никто не смог от нее что-то узнать. Как вы знаете, не допускают ни адвокатов, никого, и нам показывают какие-то там видео, так сказать, что с ней все в порядке. Ну, насчет этого уголовного дела, насчет то, что моя мать на кого-то напала, мы все видели, в каком состоянии она была, когда ее привезли в Чечню. Она даже не соображала, не могла нормально ответить. Это абсурдное дело, абсурдное уголовно сфабрикованное дело. Сначала посадили ее на 15 суток ареста по мелкому хулиганству, а потом теперь сейчас, мол, видите ли, она напала на какого-то сотрудника. А до этого ей сделали привод в качестве свидетеля по другому еще уголовному делу. То есть мы сейчас, на данный момент, все люди в реальном времени видим, как в Кадыровской Чечне фабрикуют уголовные дела. Ибрагим, обозреватель новой газеты Елена Милашина в одной из своих недавних публикаций пишет, что Рамзан Кадыров, вероятно, столкнулся с угрозой, которую не в силах контролировать. Якобы похищения, в том числе ваших родственников, связаны с анонимным телеграм-каналом, который отслеживает кадыровцев в Турции. Вы склонны считать вот эту версию, изложенную Еленой Милашиной, достоверной? Ну да, Кадыров столкнулся с тем, что он сейчас не может никак контролировать. Понимаете? То есть уже много людей, много чеченцев заактивизировались, начали как-то бороться. То есть та грань, которую уже Кадыров перечеркнул, то есть вот эти вот рычаги давления на похищение родственниками, на эти пытки, на эти вот зверства, преступления, уже бывает предел терпения. И когда уже вот этот предел уже всё накалилось, и, конечно, люди всё чаще-чаще начинают активизироваться, начинают бороться вот с этим злом, чтобы хоть как-то остановить вот это вот зло. И вот и поэтому, Кадыров, вы селите, не знаете, что делать, всех, кого он видит, хватает, похищает, закидывает в подвалы, фабрикует уголовные дела. И он даже не понимает, что надо сделать. И, ну да, я склонен, согласен тем, что написала Елена Милашина в своей статье. Большое спасибо, Ибрагим, сын похищенный чеченскими силовиками Заремы Мусаевой. Ибрагим Янгулбаев, против которого сегодня возбудили тоже уголовное дело, был в нашем эфире. Благодарю вас ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok